Добрый вечер. В советской школьной программе это было достаточно принято писать сочинение по картине по какой-нибудь. Детям предлагалось полотно, и учительница говорила, ну давайте, детки, теперь у вас 45 минут для того, чтобы рассказать, что вы здесь видите. Причем, конечно, полагалось быть очень широкими по диапазону, но что хорошо, с полотнами и наркомпрос, и минноробраз, они, как правило, не ошибались и всегда предлагали какую-нибудь очень приличную классику, если помните, там опять «Двойка», «Утро в сосновом бару», и в число разрешенных авторов, конечно же, входил Исаак Левитан и непременно его картина «Март». Вообще по Левитану достаточно много мы писали, я помню, в своем действии, наверное, в каждом классе, где-нибудь, начиная с 5-го, 6-го и до 7-го включительно, наверное, где-нибудь по две картины за год мы обязательно описывали. Вот при этом, конечно, мало кто, в принципе, заострял свое внимание именно на творчестве Левитана, мало кто знал, что Левитан зиму не любил, что снег он писать тоже не любил, и у него это был момент какого-то озарения творческого, когда он вышел на улицу, вот это все сопоставил, и буквально в несколько присестов он написал картину «Март» в 1895 году. Картина получилась настолько солнечной, в ней вот это чисто русское ощущение весны, ожидание весны, солнца, начало таяния снега, оно ведь с невероятным настроением передано. Причем настолько мощное это настроение было в картине Левитана, что его заметили все, его заметили критики, его заметили коллеги по цеху, и, в принципе, считается, что с того момента и произошло открытие в русской пейзажной живописи. Подобным образом на природу стали обращать внимание мастера не меньшего уровня. И искусствовед Федоров Давыдов писал, что «так цветно и живописно, с голубыми тенями, никто до него не писал снег, освещенный солнцем, никто так не изображал весеннее небо и деревья». И после как раз Левитана подобный мотив стал любимой темой русской пейзажной живописи. Парадоксально то, что история сохранила даже имя лошадки в кадре. Там, если помните, такая рыженькая стоит, запряженная в саночке, ее зовут Дианка. И полотно написано, когда в гостях у тайного советника Турченинова Левитан останавливался. Вообще в тех местах он достаточно часто бывал, у него очень много полотен. И в местном крыльевическом музее даже есть специальная табличка, где проложены маршруты Левитана с указанием, с какой конкретной точки, какое именно полотно и было им написано. Очень интересное исследование. Все это происходит в Тверской области. До Москвы где-то километров, наверное, 300, до непосредственно Твери порядка 170. Усадьба в том или ином виде как-то по сию пору не то чтобы есть, но некое очертание. Вообще в целом места Левитановские довольно неплохо сохранились. И вот теперь уже глазами современника мы видим фотографию, сделанную когда. Вот предположим, что эта фотография сделана была вчера. Март точно такой же. Снега по уши, солнце светит, зверски хочется весну. Глобальное потепление климата куда-то подевалось, оно неизвестно где. Мы по-прежнему жаждем, чтобы хоть что-то изменилось. Вот вы слышали в новостях, к гидромедцентру пришел человек, который уже просто изуверился. У него уже не осталось надежды, что лето когда-нибудь придет. Мы надеемся скромнее, хотя бы на весну. Март, как вы заметили, он стал зимним месяцем, он перестал быть первым месяцем весны. И вот эта фотография, предположим, что это не картина Левитана, она запечатлела в совершенно понятную нам пейзажную ситуацию. Весну хочется, весны нет, сугробы по пояс. Что еще видно в этой фотографии? Видно, что за 118 лет с момента написания полотна Левитана ничего не изменилось с дорогами. Не проедешь, не пройдешь. Где можно было развезло, а во всем остальном, конечно же, только на лошадке, потому что это единственный надежный гарантированный вариант транспорта. Хочешь добраться, либо в сапогах, может быть на лыжах, ну по марту, конечно, это уже не так легко, ну, либо на лошадке. Эпоха не властна. Произошли определенные изменения в снегоуборке. Вот двор тайного советника, видно, что особых попыток его вычистить не было. По тем временам с крепостным крестьянством уже успешно поборолись, крестьяне получили вольную, хотя барина продолжали обслуживать, но долбиться до геоподосновы уже никто не считал нужным. Соли вы все это не посыпали. Сугробы не трамбовали, как это сейчас полагается по уставу. Обратите внимание, что у нас происходит на окраинах Москвы. Такой чисто армейский подход. Сугробы начинают срывать с тем, чтобы, может быть, наконец-то изобразить какое-то пришествие весны. То есть дорог у нас за 118 лет не стало. Усадьба. Усадьба классическая, покосившийся домик, покрашенный в желтую краску, она не производит впечатления барской усадьбы в том классическом варианте, который мы знаем по нашей отечественной литературе. Это не барская усадьба, это обычная халупа по всему пейзажу, по всей нашей стране равномерно размазана. Если кто давно не выезжал за пределы Москвы или Московской области, то могу вам подсказать, что у нас страна, особенно ее европейская часть, она состоит из двухэтажных бараков. Но во времена Левитана так выглядели даже некоторые барские усадьбы. А вообще-то так сейчас выглядит вся наша страна. Ровно год тому назад я в это же самое время ездил в Архангельск и Мурманскую область, посетил Карелию, вот начиная от Переславля-Залесского, страна двухэтажных бараков, разваленных и покосившихся. В этом отношении фотография, сделанная, например, по мотиву левитановских времен, абсолютно современно, несмотря на то, что это Тверская область. Совершенно не изменилась с тех пор упряжь. Это классическая русская дуговая запряжка. Дуга у нас выполняет функцию замка. Оглобли крепятся мягкими сыромятными ремешками, и дуга над головой у лошади является замком. Она вставляется справа в замок и с перехлёстом налево, потом одевается очень хитрым образом, и все это держится на законах физики, а именно на силе трения. Также хомут, ну и дальше уже обычная шлейная запряжка, и, конечно же, наши русские узнаваемые сани, комфортабельно оснащённые небольшим количеством сена на самом дне. В этом отношении за 118 лет тоже ничего не изменилось, что в конце 19 века, что в начале 21 века, такая же точно дианка есть в тех же самых местах, запряжена в эти же самые сани. Давайте предположим, что в эту картину произошло вторжение техники нам современной, на какой бы машине можно было въехать в картину Левитана Март на легковушке. Чёрт вас два, не въедем мы туда на легковушке, утонем. На полном приводе, на каком? На кроссовере. Я бы не рискнул. Год тому назад мы вместе с Алексеем Мочиловым именно в эти места, именно в Левитановские места, рубились на серьёзной экспедиционной технике. Для того, чтобы доехать до Левитановского подворья, на самом деле до Турчениновского подворья, нам пришлось пробираться через буераки на машинах, имеющих специальную подготовку. Потуги заасфальтировать эти окрестности за 118 лет, конечно, не брошены. Некоторые участки привели к определённому результату, там даже как-то более-менее иногда всё-таки ещё можно, но в марте я бы никому не советовал. Сильно ли изменилась в целом ситуация не только Тверской области, но вообще вот с того исторического периода 19 века, которое запечатлено на полотне у Левитана? Если не знать, что эта фотка сделана в позапрошлом веке, в общем-то, картинка совершенно современная. Я думаю, благодаря усилиям нынешнего Министерства образования и науки современные школьники скоро не будут иметь представления о том, кто такой Левитан, и в принципе не будут ориентироваться ни в живописи, ни тем более в литературе, и сочинения подобного рода, скорее всего, писать уже тоже не будут, потому как я наблюдаю за детьми возрасте, наверное, 6-7 класса, у них этих сочинений в программе уже почему-то нет. Если бы эта фотография левитановская фотографом-левитаном была бы сделана сегодня, что бы отличало пейзаж? Я думаю, количество грязи. Грязи было бы больше. Дом был бы загажен, участок был бы загажен, земля была бы загажена, дорога была бы раздолбана в дребезги попытками разных людей попытаться прорваться к месту, где стоит лошадка Дианка. Лошадка Дианка остается самой современной и самой надежной. Понятно, что лошадка у нас, к сожалению, возвращается, потому что дорог у нас нет и не будет. Мы теперь уже четко знаем, что дорог у нас не будет. И несмотря на минимальную удаленность вот этого подворья, буквально 250-300 километров от Москвы, кроме лошадки Дианки, ничего иного там быть и не может. Зато посмотрите другими глазами на классика. Вот великий Левитан, живописец. Он оставил нам такое радостное солнечное полотно с таким пейзажным запасом правдоподобия, что даже в начале 19 века многие, кто не знает о существовании Левитана, и не догадаются, что 118 лет тому назад это полотно увидело свет. Очень современная картина. Мастер тем и гениален, что он, так прозорливо запечатлев время, из этого времени не выпал и 21 веку свою блистательную открытку преподнес совершенно современного облика. И вот она наша стабильность, стабильность нашей державы. Какие бы инновации не гремели в голове или на письменном столе у руководства нашей страны, дорог у нас нет, пейзажи у нас не меняются, весна у нас по-прежнему не приходит, а лошадка Дианка, конечно же, остается. Она современница Левитана, она современница нашей с вами. И вот лозунг пролетарийный коня, который был в свое время актуален после 1917 года, он становится достаточно актуальным по сию пору. Скоро с такими ценами на топливо, положением дорог и ситуацией на дорогах, мы опять вернемся к живому транспорту, поскольку преодолевать нашу русскую действительность как-то надо. И полотна Левитана, они будут таким жизнеутверждающим рефреном. Тогда ездили на Дианках, и сейчас будем продолжать ездить на Дианках. Перерыв на новости. Давайте теперь поговорим не только о картинах и о Левитане, но и еще об автомобилях. Мой телефон, мой персональный телефон прямой, московский, 6510996. Звоните. Егор, вы уже дозвонились. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Можно без расчета? Правильно, абсолютно. Именно так. Мне намного у вас моложе. На самом деле, раз в тысячу пытался дозвониться. Вот такой праздник случился. Тысяча и одна ночь, как вы помните, была сказочная. Тысяча и одна попытка результативна. Слушаю, конечно, вас давно, но понял, что сделал все не так, как вы советовали. Ну, ничего страшного. Да. Но, тем не менее, годы идут, машины стареют. Так. Вот. Джетти уже пошел пятый год на грузовике «Прадо». Езжу уже три года. Ну, и неплохо вы ездите, и на том, и на другом. Да. А вот смотрю на новое поколение машин. Что-то совсем не радует. Это старость, Егор. Это точно старость. Меня тоже не радует. Ты знаете, как с новогодними игрушками, которые обратно человек приносит в магазин. Он говорит, что они блестят? Он говорит, что они не радуют. Да нет, не блест, скажем, конструктивное решение. Смотрел новый «Джетт», подвеска, как у «Девятки», багажник уже на «Дугах», «Шкода» тоже самое. Ну, вот что можно взять? Можно только печалиться. Знаете, очень неплохо сейчас вот «Ламборгини» себя чувствует. Ну, «Ламборгини». То есть не все так однозначно плохо. Есть еще пара прорывов. У «Феррари» неплохая серия сейчас. Они как раз 499 экземпляров этого своего чуда хотят сделать. Все уже, к сожалению, распродано. Нам с вами ничего не досталось. То есть ездить дальше? На «Прадо» точно ему всего 3 года. Менять машину по принципу 3 года – это старость. Неправильно тем более? Зачем делать такие подарки? Я взял «Булушную» с пробегом. Э-э-э, это 120-ку? Да, 120-ку с пробегом, там, 28 тысяч километров. Ух ты, всего 28. Ну, 120-ку вообще она поприличнее, 150-ки. 150-ку еще доводить до ума. А 120-ка – это готовый к употреблению продукт. Тем более, если не гонять, а иногда тем более съезжать с дороги. Как только вы съехали с дороги, вы сразу понимаете, зачем вы это сделали. Зачем вы купили себе такую машину? Совершенно верно. Но вот с «Джетой» тоже. Она на ДСГ, дизель. Но проблем нет. А, тем более, тем более, тем более дизель. Неплохая «Джетта». Спасибо мексиканскому пролетариату за то, что он собирает такие неплохие для русских автомобилей. Да, и спасибо дилеру, который через колуги не провнал. Да. Скажите, Егор, а вот как, на ваш взгляд, картина «Левитана» «Март» устарела? Вот все то, что там в кадре. «Лошадка, снег непроходимый и радостное предвкушение весны несбыточной». Это по сей пор актуально? Или это все мимо нас с вами в силу возраста? Ну, я позволю довериться вашему. Эстетическому подходу. Ваше, да. Ну вот три богатыря... А вы в школе же учились. Три богатыря Абаснецова устарели явно. Бурлаки на Волге, Репинские, тоже, пожалуй, устарели. А наша извечная мечта о дорогах и о весне. Она, по-моему, не устарела. По-моему, она остается с нами. Тем более, что... А где весна-то? Где? Где? А где дороги? А там же. Алексей, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей. Ну, поддерживаю репутацию самого автомобильного имени. Абсолютно. Ну, правильно делаете. На чем? За рулем чего вы поддерживаете репутацию столь умело? А Сузуки Джимни. Ух ты! Да, остановился с пиццом на обочине, чтобы спокойно поговорить. Как я вам завидую. Да чего классная у вас машина. Алексей, насколько вы правильно и смело поступили, то, что вопреки общественному мнению взяли себе этот чудный агрегат? Да, я с вами абсолютно согласен. Уже 7 лет он меня не то, чтобы не подводит, но радует. И очень трогательный аппарат. Значит, про Левитана, то, что... Прекрасное вступление было, спасибо вам огромное. Про Левитана я могу отчитаться, конечно, за предыдущие выходные, когда следов дороги, по которой я заехал в деревню, достаточно глухая деревня в Калужской губернии, их уже просто к моменту выезда не было. И этот чудо-аппарат вынес совершенно спокойно. Ну, в общем, короче говоря, отличная машинка. И вот этот ваш маленький игрушечный аппаратик, который многие не воспринимают всерьез, он бы в пейзаж Левитана въехал бы на своих мостах с блокировкой, совершенно честно, он бы там поместился рядом с лошадкой, с Дианкой? Смог бы, он бы смог. Это без сомнения. Ну, а что, это последний из Медикана, а что у нас еще равные мостовые, с неразрезными мостами, но больше-то... А вот и все? Реально, пальцы одной руки, больше нет. Да даже, знаете, по пальцам искать, то есть пальцы останутся лишние, потому что, что тяжелую 70-ю серию Тойоты брать, которая делается для Бразилии и стран третьего мира, так этот кракозавр, он неправильно скомпонован, у него рессоры пропущены под мостом, он не проедет там, где проедете вы. Ну, это лечится. Ну, я еще как ловили с 80-кой могу тоже Тойоты. Кстати, про это самое, японские качества. Так. Я не могу, пожалуйста, ни на один, ни на другой. Вот, что 80-ка, ну, а что про нее сказать? Ну, она ездит и ездит, а что ездит? А ничего, только завидовать вам, потому что у вас очень правильный подход к технике. 80-ка и джимни. Вот, собственно... Ну, и уазик, ну, спортивный, но в спорт я ездить перестал, и, ну, уже просто надоело. Ну, да, конечно, а что? Ну, привычное все, вот, такое кондовое. Ну, Алексей, знаете, по-хорошему вам завидую, потому что пейзажи Левитана вы можете посмотреть один из немногих своими глазами, сев на любой из своих трех аппаратов. Тем более, когда у вас есть на убой специально для этого уазик. Значит, если, ну, если вдруг к седине в бороду добавится еще тематический бес, так вот, пожалуйста, на уазике. Есть в порядке, да. Она для этого и существует. Это все не случайно купленные автомобили. Это понятно. Да, но только сидеть. Вот, ну, лазике я сейчас никуда въехать не могу, потому что я не в состоянии откопать ворота у тебя в деревне, где он стоит. Ну, это невозможно. Там можно вокруг на Дианке, если что, нарезать пару кругов, дождаться, когда, наконец, оттают ворота. Алексей, у вас блистательный набор очень правильно коллекционируемых автомобилей. Иван, здравствуйте, Иван. Добрый вечер, Сергей. Вы сегодня лирик. Ну, у меня вопрос... Мы с вами о весне, Иван. Вы же тоже соскучились. Вам же тоже хочется, чтобы оно растаяло, чтобы, наконец-то, эта часть природы стала доступна, а не только пейзаж за окном со 125-го этажа. Ну, марта у нас зимний месяц. Как выяснили? Чего вдруг у нас все должно начать таять? Ни с чего абсолютно не хочет таять. А тут все, сюрприз, сюрприз. Ну, у меня вопрос немножко банальный. Это допустимо? Абсолютно. Такую погоду. Конечно. Я бы сказал приземленный. Давайте, не стесняйтесь, Иван. Недавно приземлил автомобиль Абдругой с срабатыванием систем безопасности, за что ему спасибо, потому что со мной ничего не случилось. Вот. По механике в машине тоже сломалось не сильно. Вот. Машина Ford Focus 2-го года. Спасибо ему за это. Вот. Вот. Прекрасный автомобиль. К сожалению, сейчас остановиться не могу, поэтому нарушаю правила и еду. Прямо под камеры видеонаблюдения разговариваю с вами. Но это все детали. Так, Иван. Хулиганим. Ваше мнение. Само собой. Современный мир, он такой, провокационный. Ну, так, если говорить о сути, то вот ваше мнение о том, ремонтопригодна ли машина после срабатывания всех систем безопасности разных, включая натяжители ремней, СРС и аэрбаги, вот можно после этого все починить и ездить дальше? Или вы считаете, что лучше это куда-нибудь сдать? Не, не, вопрос о самом деле немножко в другом ракурсе. Если у вас целостная структура кузова, каркаса безопасности, то есть жестянка, не изменилась настолько, чтобы вам, например, ее страховая компания оттаталила, знаете, как на некоторых, вот у Вольво, например, если удар был в бок, в центральную стойку, машина выбрасывается на помойку. Не потому, что она дальше не может ехать, а потому, что если, не дай бог, повторится подобный сценарий, и вам кто-то въедет в бок, то они не гарантируют, что даже после восстановления у официального дилера, когда они по точкам высверлят и по точкам приварят вам новые детали, это сложится так, как было заложено и запрограммировано. Вот если подобных серьезных нарушений клетки кузова нет, то все остальное это не важно, потому что все это меняется, это очень дорого, в нашей стране не принято восстанавливать подушки безопасности, там 3000 евро за подушку безопасности. При натяжителе пиропатроны это же целое состояние, нам и так сойдет. Но, отвечая на ваш вопрос, что называется чисто теоретически, да, это абсолютно восстановимо, и на этом можно еще будет спокойно ездить, но вопрос в том, восстановите ли вы все это за эти деньги. Ну, мы смотрим еще на вторичный рынок, там продаются разные детальки, где цена аналогична вашим, только в рублях, поэтому там дорогая часть это испорченная панель передняя торпеда. Да, разорванная в клочки. А денег катастрофически не хватает, потому что страховая компания выплатила из положенных 160 по независимой калькуляции только 45. Вот. Впереди суды. Да, да, да. По статье 1064 вы можете причинителю ущерба выставить иск на полное возмещение ущерба, предоставив все чеки о том, сколько вы потратили конкретно денег на восстановление своего автомобиля. Мучительно. Страховая компания, естественно, как всегда, ведет себя абсолютно подло, но это логично, потому что у нее подлая суть, у нее задача была вас обобрать. Но спасибо вашему фокусу за то, что он вас спас, вы имеете возможность его восстановить, и если с кузовом все в порядке, спокойно его доделывайте и катайтесь. Очень правильный аппарат. Вообще, второй фокус настолько хорош, что третий, это скорее всего, то есть по подвеске, вы же заметили, там все старое осталось, они не стали ничего менять, и знаменитую заднюю многорычажку на фокусе тоже оставили без изменений. Да, внешность придали ему другую, а конструкция... И спрямую другую придали ему еще. Обязательно. От Мондео. Конечно. А заработать... Это называется, нам важна прибыльность бизнеса. Это жлобство называется бизнесом. Перерыв на новости, потом вернемся. Еще немножко о левитании и об автомобилях. Телефон 6510996. Максим у нас на линии. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вы как-то устали, по-моему, от целой трудовой недели. Пять дней сказались на вас тягостно. Немножко есть. Я хотел посоветоваться. Вот я сейчас езжу на Outlander XL. Ух ты, неплохо. И мне вот пока еще немножко стыдно ездить по Москве на такой куче железа и возить только двух людей. Меня и жену. Вы очень европейский человек. Очень. На работу и сработа. Вот если вдруг появится возможность купить еще какой-нибудь маленький автомобиль для того, чтобы ездить просто только по Москве. Что было посоветово? А вот насколько маленький? Вы под слово маленький подразумеваете какие-то параметры? Для двоих человек. Сузуки Джимми в том числе. Ведь вы же теперь стали, по большому счету, заложником высокого клиренса и полного привода. Удобно же. И парковаться можно без проблем. И вы, когда подъезжаете, например, к бордюру, то вы ткнулись с него колесом, а все остальные ткнулись бампером. Ведь вот эти хорошие привычки вряд ли имеет смысл оставлять. И покупать Deo Matisse, который я рекомендую для города абсолютно всем, скорее всего, после Outlander XL будет, ну, некомфортно, ну, неудобно. Хотя это довольно крупный автомобиль, он в длину 3,5 метра, и там не то, что двое, там четверо хорошо помещаются. Правда, багажника нет. А если вот оставаться в рамках полного привода и внедорожности, то Jimny, как один из самых оптимальных для перемещения по городу автомобилей, очень подходит. И его же так здорово можно припарковать в любой сугроб. Вот к ну, поскольку полноприводная трансмиссия у него очень дееспособная. А две двери, что хорошо, они распахиваются практически на пол кузова, и у вас удобный вход и выход. Спину никогда не нужно напрягать. Машина высокая, то есть нужно ногу-то задрать, но вы уже этот маневр отработали на Outlander XL. А во всем остальном, даже если, не дай бог, что-то со спиной, как это у нас с вами бывает в определенном возрасте, а также не дождавшись весну, бац, и что-то вступило. А в Jimny, пожалуйста, вшагнули как в шкаф. Он принял нежно. А вот если все-таки оставить две машины, то есть внедорожную оставить большую, а маленькую исключить внедорожность, тогда Deo Matisse это серьезно. Deo Matisse это очень правильный аппарат, он легенький, он за счет этого хорошо идет, в том числе по рыхлому снегу, не застревает. У него колесики раскиданы по краям кузова, он очень устойчивый. На первой, второй, третьей передаче, если надо, он лидер потока, благодаря передачным числам. На четвертой понятно, что чуда не произошло, его паспортные 49, а на самом деле 51 лошадиная сила, чуда не произведут. Но это очень удобный автомобиль, он верткий, но будьте готовы к тому, что вас будут в нем очень сильно не любить. Он очень раздражает тем, что проходит везде. Все остальные уже уперлись в пробку, а вы все еще едете, 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 едете. Это мало кто в последнее время прощает. Могут кинуть огрызком из-под яблока. Но ничего, я потерплю. Это очень правильный автомобиль, и вообще-то рекомендую для города его всем, тем более нон-конформистам. Роман, здравствуйте, это вы. Алло, Сергей, здравствуйте. Здрасте, Роман. Где весна? Вы видели весну? Вы не обратили внимания? Там все как у Левитана? Солнце есть, снег есть, весны нет? Нет, у нас уже все есть. Как у Левитана начинается все подстаять, очень приятное настроение. Солнышко. Солнышко греет прям, стекло в лобовое, даже жарко в машине становится. Да, в машине стало хорошо наконец-то, даже можно без печки ехать днем. Да, да, да. Вот, а по поводу автомобильчика, у меня рабочая машинка, Fiat Doga Panoorama. Ух ты, вы редчайший персонаж. Расскажите про машину. Сколько она у вас пробежала? Уже 100 тысяч пробежала. Сейчас будет, к этому уже будет 4 года. Вы людей возите в ней? Ведь она же у вас все-таки такая грузопассажирская. Нет, людей я мало вожу, у меня там в основном грузы. Ну, грузы такие, они не очень тяжеленькие, просто по объему они довольно-таки большие. Ну, это понятно, да. Собственно, под это и брали. Скажите, Роман, а как задняя подвеска? Вот жесткость этих рессороднолистовых, сделанных из лома. Привыкли вы довольно быстро? Ну, в принципе, да, я привык. Да, машина пустая, конечно, немножко напрягается это дело. Она такая, конечно, очень жесткая. Очень. А вот, что и половка, и груз, и сразу становится все даже очень, даже приятно. Ну, это логично. То же самое, помните, как ЗИЛ-130? Кинул ему на хребтину 3 тонны, и полегчало жить, сразу заулыбалось. Да, стало все хорошо. Вот. Роман, а что сломалось в этой машине вот за 100 тысяч? Какие проблемы были? Амортизаторы выдержали? Все хорошо с амортизаторами, все нормально. Менял сцепление один раз, но это, мне кажется, я больше в своей инициативе. Вот. Так, в принципе, масло, фильтры, колодки. В принципе, больше такого серьезного. Рабочный. Цилиндр сцепления. Ну, это, наверное, стало, что просто очень много езжу по городу, постоянные пробки, может быть, проблема. За 100 тысяч это не стыдно, поменять рабочий цилиндр сцепления и сцепление в сборе. Да, а так, в принципе, таких полом серьезных нет. Вот. Так что, вот, и дела. Вот. Неплохо. Кроме того, что вы можете еще продолжать хвастаться этим достойным автомобилем, что интересного вы можете нам сказать? Не знаю, что интересует. Я услышал, что есть такая же машина, только с 1.6 двигатель. Вы не слышали? На нашем рынке нету, то же самое, как они же существуют в целом спектре и дизельных модификаций. На наш рынок тоже не идет. Ваша же машина была закинута к нам, Фиатом. Фиат такая фирма, которая провалила абсолютно все проекты в нашей стране. Они уже в пятый раз к нам приходят, то завод построить, то еще что-то. И каждый раз на пробу они как-то очень неряшливо подбирают модельный ряд того, чем они собираются наш рынок умасливать. И Добло они взяли просто вот, собственно, и предложили в одном единственном варианте. У Добло же никаких особых модификаций не было. А в Европе и в Турции у себя на родине у этой машины много всего интересного. И, естественно, дизеля. Потому что коммерческая машина без дизеля так просто не бывает. У нас на связи Антон. Здравствуйте, Антон. Добрый день, Сергей. Алло, да. Да, расскажите нам про Левитановский март. Март все-таки сменится апрелем и будет весна или по-прежнему мы будем в сугробах мечтать о солнечке? Да нет, в Москве это уже все, весна. Всем вас поздравляю. Да, а в других регионах вы заглядываете туда, там нет весны? Ну, в связи с работой пока еще не летал. То есть пока по Москве наслаждаетесь вот этой удивительной неделей. Ведь так не бывает, чтобы столько дней подряд у нас с вами было солнце в городе. Не бывает такого. А тут как началось и до сих пор не заканчивается. Всю неделю хорошее настроение. Даже на работу не хочется. Это замечательно. Сергей, я... Вопросик. Давайте, давайте. Вы по моему имя похвалили Ниссан Жук. Единственное, я не уловил момент полноприводной или переднеприводной. Ну, полноприводной он беспрецедентно интересен. У него же стоит две муфты. На левое заднее колесо и на правое заднее колесо. И он за счет этого едет гораздо интереснее. У него потрясающая энерговооруженность. Это очень классный аппарат. А в переднеприводном исполнении просто дизайн. Просто внешность. Если внешность важна, ну да, минус шумоизоляция, минус задние места, минус багажник, просто любопытно. А вот если еще с огоньком, если эдаким чертом, как говорили наши предки, тогда, конечно, полный привод. У него очень интересно заточенная управляемость. И вообще в целом вот это делали две совершенно разные бригады инженеров. Одни для девочек. Ну, передний привод. Девочка, на, вот красная помада, у тебя там где-то должен быть айфончик, вали отсюда. И для мужиков. Они говорят, ребята, вы гляньте, что мы вам приготовили. Все думают, что у вас машинка приложения к айфону, а на самом деле это же лидер потока. Это же машина с одной стороны высокая, при этом очень устойчивая, а это крайне редко бывает. И едет она, конечно, очень интересно. Выглядит спорно. По сей упору я не могу разгадать, что они курили, когда они это делали. Повспорить можно? Пожалуйста, конечно. Взял передний привод приложение к айфону. Но айфон успели взять до этого? Или вы после айфона покупали? Нет, у меня айфон давно, с самого первого момента его выхода. Это логично. А у вас вся коллекция айфонов? У вас айфик, айблин, айхрень, айфон, айбук? вот весь номер. Так. Вполне логично, что вы пришли к джуку. Это правильно. То, что народ курил, согласен. Причем машина заступила еще когда они показали пилот лет шесть назад, да, был, по-моему, первый показ джука. То есть, скажите, Антон, вы близки к разгадке и можете подсказать мне, что они курили, поскольку вы знаете, что они курили? Вас тогда ведь тоже накрыло? Или нет? Ну, собственно говоря, поскольку я не употребляю, то могу, только исходя из медицинского опыта, предположить, что. Ну, предположите, интересно же, на чем такие фантазии? Ну, на самом деле, Калипсол дает совершенно фантастические цветные мультики. Ух ты, никогда не слышал этого слова. Вот что значит, я все-таки тоже далек, даже не врач. Не буду переспрашивать, чтобы не прослыть пропагандиста. Не рекламирую, ни в коем случае. Так, ну вы хотели поспорить, давайте, спорьте, Антон. Взял машину, на машине пробег 1300 километров, у меня вопрос прикладной и по обкатке автомобиля, и по техническим регламентам обкатка не предусмотрена. Конечно, это же настоящее японское качество из Британии, естественно. Какая обкатка? Я, к сожалению, поскольку это уже как бы в семье там 4-й Ниссан, то я совершил ошибку, я предыдущий не обкатал. И Альмеру 1.8 на 30 тысячах загубил двигатель. Ну это... Причем, причем дилер, причем дилер реально отказался от того, что это гарантийный случай. Это почему это? А что такое, что могло произойти с двигателем, что тем более 30 тысяч не гарантийный случай? Это как это? Получилось так, что при жалобе на снижение тяговидности двигателя при заезде на СТО щуп оказался сухим. И они просто посчитали, что вы упустили. То есть это не у них утекло, это вы не досмотрели. Да. Да. А почему щуп оказался пустым за 30 тысяч? Датчик даже ни один не колыхнулся? То есть вам чек-эджина не было? Ну мы, естественно, с вами доверяем машине, поэтому редко смотрим щуп. А потеков масла не было? Все ушло на удар? То есть все ушло за 30... А перед этим когда была смена масла? 30 тысяч? Это момент кончика? 15, как положено. 15 регламентов. То есть за 15 тысяч оно выпило все масло до того, что аж стукануло? Ну не стукануло, слава богу, но... То есть после этого момента прожорливость двигателя превратилась в литр на тысячу. Ну дальше-то понятно. Там уже все, кольца, дальше уже вся целинопрошневая группа пошла, когда масляное голодание было, тем более под нагрузкой. Все, разруху остановить уже, конечно, не удается. Но это не совсем обкатка. То есть обкатка тоже сыграла здесь роль. При обкатке вы катаетесь до рубежа 2000, на 2000 полностью меняете, соответственно, масло и фильтр. Можно без промывки. И... Данные тахометра при обкатке. Не больше... Не больше... То есть диапазон не выше двух с половиной тысяч, не ниже полутора. Потому что, если вы, например, идете на пятой передаче или на четвертой передаче на полутора тысячах оборотов, это тоже перегрузка для двигателя. Вот, ну, оптимально две с половиной. Две с половиной тысячи оборотов, плюс-минус пятьсот туда, пятьсот сюда, через две тысячи меняете, после этого расправляете плечи и едете дальше, но уже с опаской приглядывая к уровню масла. Потому что это, конечно, абсолютно неправильно, когда за пятнадцать тысяч подобное происходит. Хотя, хотя мы с вами вынуждены смотреть, что там у нас под капотом происходит. А что в вашем изоляции? Это наша обязанность и нам на дилеры в этом случае пенять не приходят. Ну, тут бабушка на двое сказала. Перерыв на новости. Завершая наш диалог с Антоном по поводу Ниссана Джука и вообще Ниссанов и опустошения масла в картере двигателя, да, к сожалению, это все-таки наша с вами вина, поскольку дилер не виноват в том, что вы упустили уровень, как это не печально прозвучит. Несколько вопросов с сайта. Что вы можете сказать про новый Ниссан Патрол? Ну, соответственно, после 2010 года стоит ли покупать для города и дачи? Да, стоит, потому что при всей своей, в общем-то, вальяжной городской сущности он остался полноценным внедорожником и ездить на нем, ну, при определенном навыке можно, конечно, ого-го, как. Добрый вечер Сергей сегодня взял у знакомого Паджеро 2007 года в полном фарше. Пробег 150 тысяч. Двигатель меняли по гарантии. Что у них еще ломается, к чему готовится? Знаете, после 150 тысяч уже бесполезно к чему-то готовиться, потому что начнутся всякие нюансы, ну, вот, например, например, то, что всегда все выпускают, трубки, которые под пузом у него, у Паджеро, идут к контуру кондиционера, остужающему третий ряд. 2007 год, это, соответственно, у вас машина, скорее всего, семиместная. Сейчас-то они все идут пятиместные. Система охлаждения проложена таким образом, что вот туда кондиционеру, тасол, соответственно, шел через все пузо. Обычно никто не успевает заметить, что после, там, четырех-пяти лет все это корродирует. И на пустом месте вдруг у вас вытекают радиаторы и стучит двигатель. Не знаю, по какой причине поменяли уже, но вполне возможно, что по этой же самой. Но тогда, видите, на гарантии это произошло. Сейчас смотрите за мелочами. Эти мелочи нужно узнавать уже у специалистов, которые занимаются именно Паджеро, потому что про особенность вот этой системы охлаждения, пропущенной под пузом и корродирующей, знают только те, кто занимается обслуживанием Паджеро. Там этих трюков, ну, некоторое количество есть. Оно и по сальникам, и по коробке, и по раздатке. То есть, только специалист, который зубы съел именно на ремонте Паджеро. Совершенно очаровательно от Игоря из Красногорска замечание. Есть места, где картина Левитана можно увидеть, причем даже в Московской области, в Шатурском районе, знаю пару шикарнейших мест. Более того, туда даже можно доехать на авто. Вот только в ближайшие пару выходных я бы не рискнул туда ехать. Есть шанс лишней головной боли. Игорь, спасибо, очарован. Александр пишет, добрый вечер, Сергей, скажите, чего можно ждать от Паджеро 2007 года в топовой комплектации. Вот всего того же самого, потому что 2007 год, собственно, речь идет именно о том, что уже всего чего угодно. Телефон 6510-996 это мой личный прямой московский номер, по крайней мере, на ближайшее время. Олег, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. У меня вопрос по Тойоте Прадо в 120-м кузове. Так. Машинка 2007 года предлагает мне знакомый у него купить, он один хозяин, пробег в районе 120 тысяч, что от такой машины можно ждать и вообще стоит ли? Олег, она еще послушает, знаете как, Тойота в нашей стране, это всегда эталон японского качества, пусть даже сделанного уже теперь во Владивостоке или где-нибудь там в Англии или, не дай бог, в Турции. Вы едете как первый парень на деревне, то есть хотим мы того или нет, но имиджевая составляющая играет здесь роль. Это Прада, это Тойота, два раза Ку, сразу она не сдохнет, до 150 тысяч они добегают обычно нормально, как до середины Днепра долетает редкая птица, ну из чего мы с вами точно знаем, что по середине Днепра кладбище редких птиц, потому что не каждая долетает. То есть из хороших рук, с хорошей биографией, достаточно прочная рамная машина, если ее тем более не терзали на бездорожье, она очень даже неплохо побегать под вами, ценник на ремонт будет запредельный. Но это все так, ну хотим мы с вами этого или нет, вы же приходите куда бы то ни было, и у вас крупно, в руках плакат, у меня крутая Тойота, обдерите меня как липку. Обдерут. Понятно, а после 150 тысяч, что происходит с ней? А это уже зависит от того, что у нее в анамнезе. Если ее нежно переносили через каждую лужу, все очень хорошо. А если что, то у нее начнет сыпаться подвеска, причем сначала передняя, потом раздатка, центр, до зада дойдет чуть позже, потому что попрочнее, попроще. Задний мост у нее очень неплохо сделан. По двигателю, мы с вами не знаем, что там по двигателю. По коробке, да, по коробке тоже будут трудности, но это не из категории в «Жигулях», понятно, она бы у вас развалилась бы сразу просто потому, что она «Жигули». А «Тойота» она без боя не сдастся. Хотя, конечно, кровушку со временем попьет в силу того, что в нашей стране с «Тойотой» так принято поступать. Сергей, здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вопрос по подушкам безопасности возник. Недавно встретил объявление в восстанавливании подушки безопасности обещают дальнейшие их работоспособности. Ваше мнение, какое? Я не верю в это. Я не верю в восстановление умерших, в реинкарнацию, хотя по-доброму отношусь ко всему реинкарнированному. А восстановление, конечно, возможно, какое угодно, но идеальное восстановление это заводская подушка безопасности в заводской расфасовке, в заводской упаковке с заводскими приложениями. Все остальное доморощенное, а вдруг, что неприятно, подушка, если она раскрывается, она летит вам в улыбку со скоростью 180 км в час. Представляете, если там что-то не так. Любой предмет, пусть даже пуховая перина, прилетающая в голову со скоростью 180 км в час. Когда подушки только-только были еще достаточно грубо сшиты и не совсем лучезарные в объятиях наших, они иногда отрывали головы. И американцы по этому поводу очень переживали. Например, домохозяйка, слегка повернув голову на бок, сдавая задом, нечаянно напоролась на бетонную клубу, ударилась бампером, и ее голова потом, обескураживая всех видом своим, выкатилась к супермаркету. Беременные женщины были недовольны. — Я понял. Еще один момент уже в другой темах. Лучше, что сейчас автомобиль там 30 тысяч, сломался там 120 тысяч, страшно ездить. У меня в свое время было начало 2000-х опельсинатор. — Ой, какая машина. Сколько литровый? Трех? — Трехлитровый, да, самый обычный двигатель рядный. — Шикарный. — Пробег был 648 тысяч. Единственное владение. Все, что с этим автомобилем было связано с плохим, это огневой кузов напрочь. Двигатель, коробка, автомат работают безупречно. Так сильно изменились автомобили, или мне просто повезло? — Во-первых, изменились автомобили, во-вторых, очень сильно изменились пользователи. Вы про свою машину все знали. У вас был хотя бы один закуток, куда не ступала рука человека с отверткой, пытливым взором? — Ну, в общем-то, был. Двигатель, коробка туда не лазила. — Да, но хорошо проработали. — Но при всем при том, вы же за этой машиной смотрели, и вы из категории тех пользователей, которые понимали, пользователь — это обычный человек, воспитанный компьютером. Он привык нажимать на кнопку «Enter» и получать спектр результатов. Я недавно ехал по городу, со мной в потоке двигалась машина, у которой колесо было на двух болтах. Оно ходило восьмеркой. Я опустил окошко, и этому парню говорю, «Парень, у тебя колесо». Он говорит, «Да я знаю, знаю, я в сервис еду». Я говорю, «Ты не понял, ты не доедешь». «Да не доеду». То есть для него не существует проблема в том, что у него сейчас оторвется колесо, ему срубят шпильки, и он уйдет через право в кусты. Он знает, что он сейчас приедет в сервис, и там ему окажут услугу. Ему не окажут, ему окажут похоронную, ритуальную услугу. А у вас все-таки другой опыт. Я сильно подозреваю, что какую машину вам не подсунь, вы не сломаете никакую. Потому что вы будете смотреть, вы будете открывать капот. Вот 30 тысяч стуканул мотор, то есть ушло масло. Вы все-таки под капот ведь иногда смотрите, вы проверяете уровень масла, а многие этого уже не делают. А у некоторых машин, например, на Ауди, в принципе, щупа нет. Если кнопка не загорелась, то и проспишь этот момент. То есть пользователь, с одной стороны, и сам уже не совсем хочет, а с другой стороны, производитель его аккуратно отодвигает и говорит, чуть-чуть что, бери деньги, чековую книжку, езжай в сервис. Но сенатор ваш, он когда только появился, фирма Opel заткнула им за пояс абсолютно всех, и германский журнал Шпигель написал тогда, Opel Sennator самая комфортабельная машина Германии. Вы представляете, как тогда Мерседес и BMW грызли себе локти? Потому что журнал Шпигель считал совершенно справедливый, что сенатор это на тот момент точка отсчета в бизнес-классе по комфорту. Я с ними согласен. О нем и закончились. Те времена закончились, знаете, техмашин уже не будет. И если вы помните, то сколько вот этих американских, например, фирмах с тем же самым Сильвестром Сталлоне, когда он попадает в будущее, в этом плохом будущем с электрическими машинами, гоняясь за гнусным преступником, в том числе прыгает в подземелье и находит там старую классическую машину, и у него отлегло от сердца. Он говорит, ах! И начинается погоня, начинается стрельба, и начинаются гамбургеры. Вот она, современная жизнь, которая делает из нас пользователей. И, к сожалению, только пользователей. А вот людей, которые наслаждались той техникой, техники нет, люди другие. Михаил, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Сергей. Говорите. Наконец-то до вас зазвонился. Это радостно. Ужасно. У меня немножко будет необычный вопрос. У меня автомобиль Ивека Дели. Знаете такой? Знаю, да. Вот. Я уже год на Немезе езжу, сейчас на нем пробег 224 тысячи. Ох, ничего себе, вы работаете, вы что, в три смены на нем? Нет, ну, я брал его 5-летней. А, понятно. Я же думал, что это за год. Когда брал было 179. Так. Кстати, честный пробег, такое ощущение. Да, да, да. Не, я брал у знакомого, то есть, ну, как бы, там все нормально, кстати, в этом смысле. Вот. Ну, и, как бы, что ожидать от этого двигателя можно сейчас. На этом, на этом вашем дизельке катается половина Европы. Я знаю, да. То есть, он ставится на каждую вторую машину, которая, в принципе, есть. 2,3 мотора у меня. Да, у вас сколько лошадей? Какая форсировка? 115. О, замечательно. Замечательно. Потому что они есть, там, по-моему, и 105 у него есть, и 110, и 120, и там... У меня сейчас в последнее время очень много трехлитровых. Я вижу по Москве. Да, ну, знаете как, экологические нормы требуют, чтобы машина была совсем ни на что не способна, чтобы она была дохлой, желательно умирала в конвульсиях уже прямо во дворе, поэтому приходится увеличивать литраж. Не сильно помогает. У вас агрегат очень правильный, и мотор, это последнее, что в нем сломается. То есть, у вас могут быть какие-нибудь там проблемы, связанные, ну, с подвеской из-за перегруза. Да. У вас фургоны или что? У меня фургончик. Вот рабочая моя машина. Ну, правильная совершенно машина. То есть, вы на этой штуке будете ездить еще долго и счастливо, к двигателю у вас претензий не будет. Ну, а что? Ну, поперите подвески. Их пока и нету. Ну, вот смотрите, Сергей, вот я лето отъездил в прошлое зиму, вот зимой он мне показал просто феноменальный. Вот все летом самые сильные морозы, он у меня заводился, что говорится, как говорится, с полтычка. Никаких антигелей, ничего я не делал, ничего не добавлял. Естественно, там все транспортеры вот эти фольксвагины, они зимой в мороз просто вот, ну, практически чуть ли не все. Транспортеры дохнут уже, уже, да. Совсем проблем никаких. Масло, я меняю 10 тысяч, масло езжу каждые 10 тысяч. Правильно. Даже топливный фильтр меняю, потому что солярка она все-таки оставляет живых курсов. Конечно, конечно. Хотя, говорят, надо менять 25-30, я меняю, масло меняю и топливный фильтр тоже меняю. Абсолютно правильно. Масло, то есть, от замены, от замены, ни капли, то есть, не жарить всем двигателем. Амортизаторы у вас свои? Двигатели замечательные, да, Сергей? Двигатели замечательные. А вот она, закончилась целая трудовая неделя под солнышком. До свидания.